Библейский портал экзегет.ру представляет Досточтимые отцы, братья и сестры, мы продолжаем наши занятия по Евангелию от Луки и сегодня мы будем изучать 12 главу этого Евангелия. Открываем Евангелие от Луки, 12 главу, и следим по тексту. Очень важно, когда мы следим по тексту. Первая тема – берегитесь закваски фарисейской. И мы читаем Евангелие от Луки, 12 глава, 1 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие». Здесь обращает на себя внимание то, что Христос говорит об этой закваске тогда, когда собрались тысячи народа. То есть, когда действительно служители церкви оказываются во главе большого собрания верующих, дух фарисейский может проникнуть в их сердца. Потому что фарисеи – это были люди, которые любили возглавлять большие молитвенные собрания и большие богословские встречи. И мы прочитали о том, что он начал говорить об этом сперва ученикам. Что значит сперва ученикам? Это Ремис намек на то, что эти слова обращены ко всем последующим поколениям верующих, которые будут возглавлять народ Божий, что есть серьезная опасность, когда многие проявляют к тебе повышенный интерес, чтобы к тебе не впасть в состояние фарисейства. Фарисеи – это были лучшие люди того времени. Характеристика фарисеям дается в притче о мытаре фарисеи, где мы видим, что фарисей – самый благочестивый прихожанин, который постился два раза в неделю, который жертвовал десятую часть на храм, и любой бы приход мечтал иметь такого прихожанина. Но в Нагорной проповеди сказано христианам, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие. «Превзойти» – это значит достигнуть этого уровня и подняться выше. Подняться выше над духом фарисейства, над закваской фарисейской, означает подняться выше над духом лицемерия, над духом превозношения и себялюбия. Религиозная гордыня – это очень опасное явление. Когда человек начинает занимать какое-то положение в христианской общине, это всегда зона фарисейского риска для этого человека. Один маститый архиерей сказал, когда его стали спрашивать, когда же у вас день рождения, он сказал, «Если я выживу из ума, тогда я буду справлять свой день рождения. Но пока я, слава Богу, справляю день ангела, и то только для того, чтобы честовать святого, имя которого я ношу». Известно, что когда патриархом Константинопольским стал Филарет Милостивый, то он повелел, чтобы два мастера по изготовлению гробов начали делать для него гроб. Мы как-то об этом говорили. И он просил, чтобы они делали гроб для него медленно, но каждый большой религиозный праздник, чтобы они приходили в патриаршевую палату и говорили, «Патриарх, твой гроб делается, помни об этом». И когда были большие праздники, потом в патриарши палате собирались на общую трапезу, и там всегда было много людей, которые хотели польстить патриарху Филарету Милостивому. Появлялись эти два мастера, и они говорили, «Твой гроб делается, помни об этом». И надо сказать, что эта память смертная помогла этому патриарху Константинопольскому стать очень благочестивым человеком, и он просиял великим милосердием и даже сподобился святости. Поэтому любое гордое превозношение, особенно связанное с религией, очень уродливое чувство. Игнатий Бричанинов в своих аскетических проповедях писал, «Лицемерие» названо закваской, потому что оно, вкравшись в душу, проникает во все мысли, во все чувствования, во все дела человека, делается его характером, как бы душою его. А блаженный Феофилакт объясняет, «Фарисеи пытались уловить Господа на слове, чтобы отклонить от Него народ, а осталось напротив, народа сходилось еще больше, собирались многие тысячи, и каждый так стремился приблизиться к Нему, то есть ко Христу, что друг друга теснили. Так истина сильна, а ложь везде бессильна». То есть неприязнь со стороны фарисеев ко Христу объяснялась тем, что за Ним ходило все больше и больше народу, а эти люди переставали ходить к этим фарисеям. И следующая тема – это призыв не скрывать своей веры. Не скрывать своей веры ни в каких обстоятельствах. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 12 глава, со 2 по 9 стих. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо, внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Здесь Христос говорит о том, что если мы что-то делаем тайно, что-то говорим тайно, на самом деле любая тайна, она со временем раскрывается, и тайные становятся всегда явными. Поэтому тем более нет смысла скрывать свою веру, потому что ничего постыдного в нашей вере нет. Но кто-то может задаться вопросом, а должен ли человек всем рассказывать, например, о своих грехах? Нет, человек этого не должен делать. Он не должен позорить самого себя. И если другому человеку стало известно о грехах другого человека, он ни в коем случае не имеет права об этом рассказывать другим людям. Но если человек это делает ради покаяния, то он может рассказать о своих грехах, а через это, чтобы призвать других людей молиться за него. А если другой человек говорит человеку о его грехах, он это может делать только в том случае, когда речь идет об обличении грешника, и это всегда делается один на один. Если это не делается один на один, а кто-то о грехах другого человека говорит открыто, то он становится автоматически виновен в этих грехах. А так как он их за собой не чувствует, он и на исповедь не ходит. А когда на страшный суд он встанет, вдруг выяснится, что грехи, в которых он осуждал другого человека, оказались его грехами. И он пойдет в ад за эти грехи. Почему так? Потому что в законе Божьем сказано, есть такое правило, в законе Божьем, что если кто-то обвиняет в чем-то другого человека, но это не соответствует истине, то его надо наказать, как будто он это совершил. Как будто он это совершил. А в каком случае обличение другого человека может обернуться такой трагедией для обличителя? Например, ты видел, как человек грешил, но ты не видел, как он каялся. И ты его обличаешь, как будто этот грех по-прежнему на его душе. Или другим рассказываешь, как очевидец. Но ты не видел, как этот человек каялся и примирился с Богом. И этот грех автоматически становится твоим. И ты можешь попасть в ад только за то, что ты пустословил на тему грехов другого человека. А тот человек, в свою очередь, разрешил эту проблему. Но прежде всего, здесь в этом отрывке говорится о том, что не надо скрывать свою веру. Зачем скрывать свою веру? Ничего постыдного в нашей вере нет. Поэтому Христос и говорит, посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Далее, 4 стих 12 главы. Здесь речь идет о том, что во время гонений человеку свойственно опасаться и он может скрывать свои вероубеждения и страха за жизнь своего тела. Потому что умертвить могут только тело. Душу умертвить никто не может, потому что душа, она по определению бессмертна. Когда Бог вдохнул в человека дыхание жизни, Он сообщил ему таким образом бессмертие, бессмертие для его души. Поэтому Христос говорит о том, что этот страх перед гонителями, он не должен являться чем-то абсолютно паническим, потому что самое большое, что они могут сделать, это умертвить наше тело. А почему умертвляли мучеников? Потому что не могли их переубедить, не могли их запугать, и как признание собственного бессилия умертвляли их тела, не могущие воздействовать на их души. Далее Христос говорит, но скажу вам, кого бояться, «бойтесь того, кто по убиению может ввергнуть в гиену, ей говорю вам, того бойтесь». Итак, кто же может ввергнуть нашу душу в гиену? Может быть, дьявол? Нет, только Бог. Дьявол не имеет никакой власти ни над раем, ни над гиеной. И Христос не призывает нас этими словами бояться дьявола, Он призывает нас этими словами иметь страх Божий. Только Бог, а Он может ввергнуть в гиену, и Он может ввести в рай сладости. И в день суда Христос так и поступит, когда одним людям Он скажет, «Войдите, благословенные, в покой мой», а другим скажет, «Идите, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Поэтому бояться дьявола – это оскорблять Бога. Бояться дьявола – это оскорблять Бога. Ибо тот, кто с нами, Бог значительно величественнее всего того, всего того, что есть в мире. Об этом и сказано. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь, то есть имейте страх Божий. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога. «А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Этими словами Христос говорит о том, что наша жизнь, наше здоровье, наше благополучие и наши проблемы – все находится под контролем Бога. даже волосы на нашей голове сочтены. Если человек может оценить самую дешевую птицу на рынке, то Господь знает цену каждому из нас. И без воли его ничего не происходит в нашей жизни. И если что-то случается, что нам крайне неприятно, в этом есть какой-то его замысел. А Бог посылает своим верным трудности только с одной целью – усовершенствовать нас. Нет другой цели. Бог никого не экзаменует. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Бог никого не искушает. И Сам не искушается, как сказано в апостольских посланиях, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Далее Христос говорит, сказывая же вам, всякого, кто исповедует Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. Блаженный Феофилакт предлагает такое объяснение. Теперь предлагает награду за исповедание веры. Так как Он, Христос, сказал, не бойтесь убивающих тела и прибавил, что и волосы ваши сочтены, то чтобы кто-нибудь не сказал, дай же Мне и награду какую-нибудь, ибо что Мне будет из того, что Ты счел Мои волосы. Он, Христос, говорит таковому, ты желаешь и награды? Слушай. Кто исповедует веру во Мне, тот Мною будет признан пред Богом. Сказал, исповедует во Мне, то есть при Моем содействии и Моей силою, и Я исповедую Его в Нем, то есть при Его содействии, уже как бы при согласии самого человека. Таким образом, когда мы принимаем веру, мы ее принимаем от Бога, потому что вера – это дар Божий, а когда мы, имея веру, открыто свидетельствуем о ней, то это дает основание Христу свидетельствовать о каждом из нас пред Отцом Небесным и пред ангелами. Как мы прочитали, «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими, а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Далее говорится о хуле на Духа Святаго, это 10 стих, «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится». Блаженный Феофилак дает такое объяснение. Слова эти имеют такое значение. Кто, видя божественные знамения и великие и необычные дела, не верует и поносит действия Святаго Духа, приписывая Вильзевулу, тот, изыргая хулу на Святаго Духа и говоря, что знамения сие совершаются Духом Лукавым, а не Божьим, если не раскается, не будет извинен и прощен. Говорящему хулу на Сына Человеческого не вменяется в грех, а поэтому он прощается и без покаяния. А видящему дела Духа Божьего и хулящему без покаяния не будет прощено, но вменяется величайший грех. Свидетель Василий Великий считал, что грех хулы на Духа Святаго он людям вообще не свойственен. Такую ситуацию представить очень сложно. Человек видит явные действия Божия и начинает их отрицать или начинает говорить, что это не Божьей силой, а дьявольской силой, что-то такое совершается. Но более точный комментарий по поводу того, что есть хула на Духа Святаго предлагается блаженным Августином, который сначала обращает внимание на то, что мы имеем в Духе Святом и что человек отрицает в Духе Святом. Григорий Двоеслов, Папа Римский, святитель, писал «Святой Дух сам есть любовь». И действительно, имя «любовь» в Боге может пониматься и в отношении сущности божественной, в том смысле, что Бог есть любовь, и в отношении лица, третьего лица Святой Троицы. В отношении лица оно является собственным именем Святаго Духа, так же, как Слово, Логос есть собственное имя Сына, сказанное Августином. Он есть Святой Дух, и через Него рожденный, то есть Сын, любит любим рождающим, то есть Отцом, и любит своего родителя. Таким образом, Хулана Духа Святаго – это прежде всего неверие в божественную любовь и в божественное милосердие. Вот почему этот грех непростителен. То есть он непростителен объективно. Тот, кто не верит в Божье милосердие, в Божью любовь, он не исповедуется в своих грехах. А если он не исповедуется, он не переживает прощения. Таким образом, непрощенный грех – это нераскаянный грех. Но это есть Хулана Духа Святаго – сомневаться в божественной любви и в божественном милосердии. Посмотрим истолкование блаженного Августина. «Против этого бескорыстного дара, против этой милости Божьей, говорит нераскаившееся сердце. Таким образом, сама эта нераскаянность есть хула на Духа Святаго, который не простится ни в всем веке, ни в будущем. Ведь против Духа Святаго, которым они крестятся, которым отпускаются все их грехи и которого получила церковь, так что, кому она отпустила грехи, тому они отпускаются, такой человек говорит весьма дурное и крайне нечестивое слово или в помышлении, или даже своим языком, тогда как терпение Божие ведет его к покаянию, но по упорству своему и нераскаянному сердцу он сам себе собирает гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Итак, хула на Духа Святаго это нераскаянность. Так неким одним именем мы можем так или иначе назвать и хулу, и слово против Духа Святаго, то есть против Духа Святаго, это против божественной любви, которому нет прощения вовек, «Ибо говорю я нераскаянность, против которой выступал и предвестник, и судья, призывая, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Действительно, против нераскаянности выступал Иоанн Креститель, когда призывал к покаянию. Таким образом, хула на Духа Святаго это неверие в божественную любовь и в Божье милосердие. Когда человек представляет Бога жестоким и мстительным, но Бог, христианский Бог, это любовь, это милость и милосердие, и ложное представление о Боге делает человека нераскаянным. Он не ищет покаяния, потому что не верит в прощение. Таким образом, в его жизни каждый грех становится нераскаянным и в результате он гибнет, потому что имеет неправильное представление о божественной любви и не взыскует сам Божьего милосердия. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на Христа, прощено будет, а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. А почему-то на Сына Человеческого, на Христа, любое слово простится. Потому что люди по-разному понимали Христа. Одни говорили, это Иоанн Креститель, который воскрес, другие говорили, это один из древних пророков, который воскрес. то есть существовали разные мнения. Взирая на его действия, люди имели разные мнения. Но если люди начинали сомневаться в самой божественной любви, это сомнение в Боге. Оно является недопустимой хулою. Святой Дух научит вас в тот час, далее об этом говорит Христос в 11 и 12 стихе, когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. А почему их приведут в синагоги? В синагогах обычно происходили заседания местного суда. Иногда здесь подвергали порки нарушителей закона, могли приговорить к порке 40 ударов без одного. Взыскания, налагаемые римскими властями, обычно были даже более жестокими, чем предусмотренные иудейским законом, потому что действия иудейского закона были ограничены Божьим законом. По римским законам можно было человека бить бесконечно, а по закону Моисееву 40 ударов без одного, потому что считалось, что больше 40 человек может и не перенести, или человека бьют, а он вдруг расслабился, и возникает естественная проблема, сразу останавливали наказание, чтобы не было бесчестия на этого человека. И вот Христос говорит, когда же приведут вас в синагоги, то есть на суд, к судьям, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Действительно, христиан православных могут потащить в суды, на допросы, на свидетельские показания, и мы волнуемся, а что нам говорить. Христос замечает, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. То есть не надо ломать голову, как себя вести в суде, не надо ломать голову, как себя вести на допросе. Если мы страдаем за Христа, за наше вероубеждение, то Бог вложит в наши уста определенные слова. Блаженный Феофилак пишет, «Поэтому какая нужда заботиться, если ты в тот час научен будешь Духом Святым?» Итак, с той и другой стороны укрепляет нас на подвиг исповедания, врачуя страх как телесной немощи, так и страх простоты и неведения. То есть Христос говорит сначала, «Не бойся убивающего тела, потому что душу твою никто не сможет убить», а здесь Он говорит, «Не бойтесь, что вам отвечать на суде перед мирскими, Дух Святой сам подскажет вам, что говорить». В некотором случае, оказавшись на суде нечестивых, надо и молчать, можно и молчать. Примером является Христос, который молчал, когда в Синедрионе его допрашивали, и он ни на что не отвечал. И вот в советские времена, когда верующих вызывали в КГБ, то они исполняли вот этот пример Христа, они просто молчали, они ничего не говорили, потому что все, что ты не скажешь, будет против тебя и против церкви, истолкованно. Поэтому верующие предпочитали молчать. И если священника вызывали в КГБ, то его могли спрашивать о других священниках, о верующих. священники тоже старались молчать, а вернувшись, в алтаре они всем рассказывали, вот про тебя спрашивали, про тебя спрашивали, про тебя спрашивали. И это никогда не было секретом, если человек оказывался в зоне влияния спецслужб, сразу об этом все узнавали. Я помню, я служил в одной епархии в советское время, и там был один священник, у которого всегда на подоконнике стоял стакан с водкой. Его звали отец Василий, и когда КГБ стучал ему в ворота, это свой дом, он видел, что это КГБ, он выпивал целый стакан водки, открывал им и говорил, что надо, говорите, может быть, я могу помочь. тот говорит, ну как, что надо, ты мне докладывай, вот что-то происходит, в чем люди исповедуются. Он говорит, ну, мне трудно запомнить, я все время пью, а тот действительно, как ни придет к нему, от него пахнет спиртным. КГБ говорит, ты никому не рассказывай, пожалуйста, о том, что мы с тобой встречались. Потом, через несколько дней, опять, этот КГБ идет к нему, отец Василий берет стакан с водкой, выпивает, открывает, КГБ спрашивает, ты никому не рассказывал? Нет никому, только нашим, надежным и проверенным. Тут говорят, каким нашим? Ну, вот тут несколько партийных соседей, я им рассказал подробно все. Потом наши прихожане, очень такие патриотичные, ветераны войны. Тот махнул рукой, пьяница ты, Василий, я к тебе больше не приду. И уходил, и уже не возвращался. То есть, иногда приходилось людям ерничать и уродствовать, чтобы эти люди, они вообще держались бы от нас подальше. Потому что Бог, как бы, давал такое мудрое решение, подсказывал мудрое решение, как себя повести в такой ситуации. один митрополит, владыка Геннадий, он сидел в советские времена, и власти все время хотели его как-то унизить. И они против него настраивали уголовников, чтобы уголовники его осквернили. И чтобы уголовники к нему не прикасались, он брал собственные испражнения и мазал свое лицо, руки. И те настолько стали брезговать этого митрополита, что они отказывались, даже когда власти говорили, оскверните его. То есть, христиане выживали иногда в очень сложных условиях. А когда митрополита Геннадия вызывали на допрос в тюрьме, он заходил, он такой же старый был, садился за стол, брал чернильницу и выпивал. Ставил на стол и говорит, ну вот, все нормально, вы же меня вызвали, вы хотите меня убить, но не знаете, как это сделать. Вот я сейчас выпил чернила, у меня начнется завороток кишок, и я помру. Но вы же не хотите, чтобы я здесь помер, я пойду лучше в барак, там помру. Те говорили, ты сумасшедший! Он вставал, тихонько уходил. То есть, действительно, когда будут тяжелые времена, а они вернутся, мы знаем из Писания, что самые страшные гонения, они впереди, во дне Антихриста, то не надо будет ломать голову, что говорить, как действовать, как отвечать. Дух Божий, Дух Святой подскажет нам, как нам сохраняться, даже в самых тяжелых обстоятельствах жизни, от того, чтобы не замарать себя связью с этим миром, не оскоромиться от него. И следующая тема – это тема о том, что жизнь человека, она не зависит от его достатка, то есть, от его богатства. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 12 глава, с 13 по 15 стих. «Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас, при этом сказал им, смотрите, берегитесь, любостяжание, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Блаженный Феофилак пишет, любители богатства, по-видимому, заботятся о богатстве потому, что желают жить и собирают отовсюду, потому что намереваются долго жить. Поэтому Господь говорит, несчастный и бедный, «Неужели от многого имения прибавится тебе и долголетие? Зачем же ты ясно страдаешь из-за неизвестного успокоения? Ибо неизвестно еще, достигнешь ли ты старости, для которой собираешь, а то очевидно, что ныне ты тратишь свою жизнь на приобретение имения». И действительно часто бывает, что человек все собирает, собирает, а когда он умирает, приходят, ну хорошо, родственники все это забирают, тратят на себя, а чаще посторонние люди это находят и тратят это на себя. И получается, что человек сам себя ужимал в этой жизни, скоредно относясь к накоплению богатства. И получается, что и душе вред нанес, и сам никак не использовал те средства, которые имел. Поэтому лучший всего способ это богатеть в Боге. Есть такой пример, когда в Царьград, в Константинополь прибыл один богатый очень человек, и его позвала к себе императрица Евдоксия, и она сказала, «Дай взаймы нашему государству» и назвала сумму денег. А это была та самая сумма денег в золоте, которая была у него. Она этим самым показала, что она точно знает, сколько у него денег. «Дай взаймы, иди подумай, завтра приноси, не пытайся покинуть город». Но он выходит из дворца и думает, как это взаймы дать государству, а с кого потом это получать назад-то, непонятно. Не дашь, а не обозляться, дашь, им все равно не хватит этого. Государство же огромное, и душе вред. Что же делать-то? И он пошел к святителю Иоанну Золотовуству и задал ему вопрос, что делать вот в такой ситуации? Святитель Иоанн говорит ему, «Так давай завтра утром выйдем и все раздадим нищим. Ты все равно эти деньги потеряешь, город ты не сможешь покинуть. А если мы раздадим все это нищим, то у тебя богатства будут на небесах, ты автоматически все переведешь в небесную сокровищницу, потому что в боге надо богатеть, и сокровища копить не на земле, а на небе». И они пошли и все раздали. Вот это было разумное решение, потому что если мы собираем средства и копим их в обычном банке, то может там дефляция какая-то начаться, кризис какой-то экономический, нам могут и не вернуть, или вернуть какую-то определенную сумму, а большую часть не вернуть. А если мы поступаем разумно с теми средствами, которые имеем, то мы в виде добрых дел получим их как богатство на небесах. А там ничего не обесценится, небесный банк никогда не разорится, там все более надежно сохраняется, когда мы деньги, собственно, обращаем в добрые дела, и это меняется нам в заслугу в Царстве Небесном. И далее Христос предлагает пример, это притча о неразумном богаче, и сказал им притчу, «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих». И сказал, «Вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». На славянском языке этот текст более красивый, там сказано не просто «В сию ночь душу твою возьмут у тебя», там более точно сказано «Иждинут у тебя». Иждинут. Что значит «иждинут»? Как из тела вырвать скелет. Это страшная боль, как зуб выдирается, например. То есть «Иждинут». То есть если мы очень привязаны к земному, плотскому, то момент смерти становится невыносимым страданием. А если мы к моменту смерти вот эти связи плотские прекращаем в нашей жизни, то выход души становится безболезненным, легким, спокойным. Поэтому Бог и дал людям, что старость. В старости все плотские привязанности, они ослабевают. Все эти страсти тухнут к определенному возрасту, и человек уже более спокойно покидает это тело. Причем пожилые люди, они даже устают от жизни, особенно в болезненном теле, и они начинают даже молиться, «Господи, ну когда же, хоть побыстрее к тебе перебраться, в царствие твое». Как я помню, когда в Тамбовской епархии я служил, у нас в Тамбове там была одна женщина, она убирала в храме, и она пела все время со святыми у покой, и себя отпевала, свое имя называла. А мы спрашивали, «А что ж ты так себя отпеваешь?» А она говорит, «Ну а сколько мне лет-то? Я уже устала. Сколько жить-то?» И действительно, вскоре она умерла, ее кончина была тихой, блаженной и радостной. А когда человек очень привязан ко всему этому мирскому, то этот момент ухода, он становится крайне болезненным, как будто ангел смерти иждинает, выдирает, вынимает душу. Поэтому очень важно старость использовать именно для ослабления всех прежних привязанностей, которые продолжают существовать в основном в помыслах человека и прежде всего в греховных воспоминаниях. Человек уже не может себе позволить такую жизнь, как в молодости он грешил. А вот воспоминания, они носятся в его сознании. Как один мужчина пожилой пришел ко мне и говорит, «Меня так эти плотские страсти одолевают!» Я ему говорю, «Да вам сколько лет-то уже?» Он говорит, «Да лет-то много!» А вот во сне женщины голые табунами бегают. Чего делать-то? То есть дьявол не может как бы этого человека пожилого подтолкнуть к совершению греха, да уже и плоть его ослабла. А вот эти образы, воспоминания, они как греховные такие картинки, возникают в сознании, и человеку было трудно это преодолевать. Я ему дал совет в этот момент петь песнопение, обращенное к Деве Марии, потому что Дева Мария – это Дева, это само целомудрие и источник целомудрия. И когда в момент искушений, связанных с нецеломудренными настроениями, мы обращаемся к ней, целомудрие как бы восстанавливается наше. И если в молодости многие растлили и само растлили свое целомудрие, то в старости они могут все это восстановить, когда и мысли эти все реже и реже будут вспыхивать в сознании, и зависимость от подобных движений будет ослабевать. Хотя Макарий Гипетский говорил «Сколько мне лет, и до сих пор блудные страсти меня одолевают, не доверяй своему телу, пока оно во гроб не ляжет». Итак, мы должны богатеть в Боге. Это более надежно. Боженный Феофилакт пишет, поэтому будем стараться богатеть в Боге, то есть на Него уповать, Его считать нашим богатством и хранилищем богатства. «Не будем говорить «благо мои, но благо Божие». Если же благо Божие, то не будем отчуждать Бога от Его благ. Богатеть в Бога – значит веровать, что если я и все свое отдам, и истощу, то и тогда ни в чем необходимым у меня не будет недостатка, «Ибо сокровищница моих благ есть Бог, я отворяю и беру, что нужно». Я отворяю и беру, что нужно. Одна пожилая женщина как-то мне рассказывала, «у меня очень маленькая пенсия», говорила она, «и не хватает на жизнь, но я заметила интересную вещь», говорит она, «когда у меня деньги кончаются, появляются новые. И когда у меня денег очень мало, я думаю, надо быстро потратить, и появятся новые. И так и происходит. Действительно, мы выживаем каким-то непонятным образом, и за квартиру надо платить, и кормиться надо, и одеваться надо, да еще и внукам какие-то подарки. Разве это не проявление Божьей заботы о каждом из нас? Конечно, это чудесное проявление Божьей заботы о каждом из нас. Потому что, когда кризисные ситуации, сильные миры всего поддерживают банкиров, банки, им дают деньги большие, те переводят валюту и за границу все это вывозят. А простые люди, как жили плохо, так и живут плохо. Мы не видим никаких положительных изменений, в нашей жизни. Поэтому наше богатство, наша вера. Если кто-то озадачивает себя вопросом, а какое же наследство я оставлю своим детям, внукам, правнукам, в Писании сказано, что наследие общины Иакова – это закон. Если мы закону Божию научим наших детей, внуков, правнуков, вот это то наследство, которое мы должны передать следующим поколениям, богатство нашей веры, как мы получили веру от наших бабушек, прабабушек, от родителей, мы теперь должны передавать ее последующим поколениям. Далее говорится о том, что не надо заботиться о завтрашнем дне, это с 22 по 32 стих, и сказал ученикам своим, посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Блаженный Феофилакт предлагает такое объяснение, «Мало по малу Господь восходит к учению о высшем совершенстве». Заметь же порядок. Он научил беречься любостяжания и присовокупил притчу о богатом в доказательство того, что желающий очень многого безумец. Простирая учение далее, он не позволяет нам заботиться и необходимым, то есть чрезмерно. Необходимы это пища, питье и одежда. И в послании к Тимофею апостол Павел так и пишет, имеешь пропитание и одежду, будь доволен. А те, которые впадают в пристрастие к богатству, богатство – это зона риска. Через это богатство они впадают во всевозможные, как Павел пишет, безрассудные похоти. Христос говорит 24 стих «Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и бог питает их, сколько же вы лучше птиц». Почему Христос приводит в пример нам ворона? Ворона – это нечистое животное, но и это существо, эта птица всегда имеет то, в чем она нуждается. То есть бог заботится и о чистых существах, и о нечистых существах. Неужели он не позаботится о верующих? Блаженный Феофилак пишет, потом доказывает примером воронов, на птиц указывает для того, чтобы более усовестить нас. Мог бы он привести в пример святых пророков, как-то Илью и Моисея, но для большего посрамления указывает на птиц. Потом представляет еще и другое основание. Читаем далее 25-26 стих. Да и кто из вас заботясь может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Феофилак пишет, скажи, скажи, какая тебе прибыль от забот? Прибавляешь ли ты своему росту, хотя малейшую часть? Нет, напротив, ты даже истощаешь свое тело, ибо забота сушит. Если же и малейшего не можешь прибавить, что заботишься о прочем? очевидно, что как росту Бог придает, так и прочее подаст. То есть Бог придает росту силу, человек растет, не придает, человек не растет. Действительно, пища не приближает к Богу, не удаляет от Бога, а все заключается в исполнении Божьих заповедей. И на этом мы должны прежде всего сконцентрировать наше внимание. Далее Христос говорит «Посмотрите на лилии». Смотрите в текст, пожалуйста. «Как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Действительно, лилии полевые, ни одна модница не может так красиво одеться, как этот полевой цветок. «Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира всего, ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». То есть, прежде всего, надо искать Царствие Божие. А где искать Царствие Божие? В одном апокрифическом тексте Евангелия Христу приписываются такие слова. «Если тебе скажут Царствие Божие на небе, не верь, птицы тебя опередят. Если тебе скажут, что Царствие небесное в воде, не верь, рыбы тебя опередят. Царствие Божие внутрь вас есть». Человек должен обнаружить Царствие Божие внутри самого себя, в своем собственном сердце. А в каком случае мы можем обнаружить Царствие Божие внутри самого себя, когда мы слышим проповедь Евангелия, наставление от Евангелия, и оно находит отклик в нашем сердце. Вот это значит, что Царствие Божие, оно проникло внутрь нас, и мы его обнаруживаем в себе. Ведь Царствие Божие – это Евангелие, это и Церковь Божия, все это категория, Царствие Божие, Царствие и Небесного, как я часто говорю, та часть нашей жизни, которую мы проводим в Богомыслии, она уже не принадлежит жизни временной, она уже принадлежит жизни вечной. И далее Христос и говорит о сокровище на небесах с 33 по 40 стих. Продавайте имение ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалища невершающие, сокровища неоскудевающие, на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Я вот общался с некоторыми очень богатыми людьми, и я увидел, в каком беспокойстве, нервном перенапряжении прибывают эти люди. У них всегда страх как бы не потерять всё. Или бандиты отымут, или налоговые службы отымут, и с чем они останутся, или конкуренты всё у них отберут. Это очень такая тяжёлая жизнь человека, который богатеет для себя, а не в Боге богатеет. И далее Христос говорит, ибо где сердце ваше, ибо где сокровище ваше, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вот некоторые удивляются, почему богатые уезжают в Америку, уезжают в Европу. Когда кризис начался в нашей стране, государство поддержало банки. Банкиры эти деньги обратили в валюту и за границу. Их сокровища оказались где? В заграничных банках. А где сокровище, там и сердце, говорит Христос. И когда здесь трудности усилились, они быстро туда уехали. Где твое сокровище, там и твое сердце. То есть, живя здесь, они сердцем были там, где их сбережения. Это как бы состояние внутренней миграции. Они как бы здесь, но они не наши. И таких очень много. И вот это реальность, в которой мы живем. А если сокровище наше на небесах, то и сердце наше будет обращено к небесному, надмирному. Поэтому не надо иметь привязанности к земному уже и для того, чтобы не потерять небесное. Это очевидная истина. «Да будут чесла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобно людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему». Что значит чесла припоясаны и светильники горящие? То есть это человек, который готов выйти из дома даже ночью, у него горящие светильник, и он пойдет по дороге и туда, куда его позовет жених. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему». Собственно говоря, после вознесения Христа на небо вся история церкви становится историей ожидания, когда он опять вернется, потому что ангелы так и сказали апостолам, когда Христос возносился, как вы видите его вознесенным, так вы увидите его возвращение. «Блаженные рабы те, которых господин придет, придя, найдет бодрствующими, истинно, говорю вам, он припояшется и посадит их, и подходя станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженные рабы те». Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой». То есть Господь вернется в этот мир неожиданно, когда никто не будет ждать, как и грабители, кстати, они неожиданно пробираются в дом человека, когда человек не ждет, чаще ночью, чтобы их не смогли бы остановить. И поэтому блаженный Феофилакт приводит такое объяснение. «Итак, необходимо бодрствовать, ибо мы подобны хозяину дома. Если он не спит, то вор не может похитить ничего из его имения. Если же он сонлив, то вор все заберет и уйдет. Некоторые разумеют здесь под вором дьявола под домом душу, а под хозяином дома человека. Однако ж такое разумение, кажется, не подходит к связи речи. Здесь вору уподобляется пришествие Господа. По его неожиданности, как и один из апостолов говорит, день Господен как тать ночью. 2 Петра 3, 10. Что это значит? Пришествие Господа как проникновение вора в жилище. Когда Господь придет в этот мир, все человеческие богатства обесценятся, они потеряют смысл. Никто не сможет достать чековую книжку и заплатить какой-то штраф и отгородиться таким образом от божественного правосудия. Только тот, который имел добрые дела, милосердие, он сможет воспользоваться этим добром, которое он творил во дне своей жизни. Я читал такую забавную историю. Один человек умер, а он любил жертвовать на храм, на богугодные дела, но при этом не исповедовался, не причащался, в церковь не ходил. И когда, значит, он оказался на том свете, его отправляют в ад. А он начинает спорить с ангелами, а почему меня в ад? Я же вот столько-то, столько-то пожертвовал, почему же тогда в ад? Ангелы говорят, да, действительно несправедливо. И посовещались и говорят, все, мы решили этот вопрос, вот все ваши деньги, пожалуйста, отправляйтесь дальше, туда же. Но что делать с этими деньгами, в аде? Ну, взятки бесам давать, а зачем им эти деньги? Все это мекина, все это земное, ветер все это развеет, огонь все это попалит, как сказано, земля и все дела на ней сгорят, поэтому более разумно, конечно, богатеть в Боге. Поэтому 40-й стих «Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Далее идет притча о верном и неверном рабе. «Тогда сказал ему Петр Господи, к нам ли притчу сию говоришь или ко всем? Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба». Господин – это Господь, верный и благоразумный домоправитель – это служители церкви, которых Господь поставил над слугами Божьими, чтобы раздавать им в свое время меру хлеба. Хлеб – это слышание Слово Божие. И далее мы читаем «Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так». Имеется в виду «Если ты священник, епископ, дьякон, преподавай людям хлеб Божий, совершай таинство, причащай этих людей, обучай их закону Божию, если же раб тот скажет в сердце своем «не скоро придет господин мой» и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то есть священнослужитель начинает жить только для себя, он не тратит время на прихожан, не преподает им закон Божий, вообще не беседует на духовной теме, а он использует религию как некую кормушку для себя, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными, то есть, хотя этот человек был и крещеным, и даже служителем церкви, но участь будет наподобие того, как Господь поступает с неверными, потому что кому сколько дано осталось только и спросится, раб же тот, который знал волю Господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. Вот это приговор всем нам христианам, прежде всего священнослужителям, тот, кто имеет больше и знает волю Господа, своего Господина, и не следует ей, он будет наказан более строго, чем человек, который вообще ничего не знает. А человеке, который ничего не знает, дальше, 48 стих, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, а кому много верено, с того больше взычу. Ну, кто-то из вас подумает, ну, это какая-то ловушка, западня, может быть, тогда вообще не изучать закон Божий, не читать Евангелие, чтобы меньше знать, тогда будешь меньше отвечать. На самом деле, здесь ситуация намного сложнее, имеется в виду, что если мы не усиливаем веру, то наше состояние ухудшается, мы не можем приступать должным образом к таинствам, то есть к спасительным средствам, и с чем мы остаемся? Ни с чем. То есть в церкви есть все необходимые средства для спасения, но чтобы к ним приступать, надо иметь рассуждение, а для этого надо исследовать веру, как сказано в Писании, что из-за недостатка ведения, то есть духовного знания, люди погибают. Важенный Феофилак пишет, здесь Господь предоставляет нам нечто более важное и ужасное, таковый, говорит, не только дарование лишится и не найдет воном пособия к освобождению от наказания, но величие достоинства сделает его повинным еще большему осуждению. Величие достоинства это то, что мы имеем как христиане, как царственное священство, ибо чем более знает согрешающий, тем более он заслуживает себе наказания. А если не знает, то тем более погибнет. Поэтому мы обречены на усердие в познании воли Бога и на стремление приступать к спасительным таинствам церкви. И в этом благость нашего пути. Далее Христос говорит о том разделении, которое Он приносит в этот мир. Огонь пришел я не свести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Блаженный Феофилак пишет, ибо слово есть огонь, действительно, слово, оно проникает внутрь нас как огонь Божий и попаляет все ненужное, лишнее, чтобы осталось то, что нам полезно. Ибо слово есть огонь, поедающий всякое вещественное и нечистое помышление, истребляющий идолов, из какого бы ни были они вещества, разумеется, и ревность по добру возгорающаяся в каждом из нас, а может быть и ревность порождаемая Словом Божьим, не разнится от первой. Господь желает, чтобы сим-то огнем возгорели сердца наши, ибо мы должны иметь пламенеющую ревность по добру. Как сказано, духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Далее Христос говорит, крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Что такое огонь Божий? Значит, мы видим объяснение, что это Слово Божие, это действие благодати и так далее. Но, как это не покажется странным, огонь Божий и адский пламень – это одно и то же. На этом настаивают многие отцы, в частности, Андрей Кисарийский. Но почему же один и тот же огонь Божий для них он испепеляет грехи, огонь просвещения, а для других источник мучения? потому что, если человек в этой жизни земной не приуготовил себя к жизни небесной, и огонь Божий не истребил в нем греховное, не пожег, не попалил, то, войдя в тот мир, объятый этим огнем, он будет страдать и мучиться. Посмотрите, как по-разному на богослужении ведут себя люди. Какая-нибудь бабушка хроменькая, больная стоит, кладет поклоны, у нее радостное и благостное состояние. А поставьте мерзких людей. Для них это же ад. Они будут там с ноги на ногу переменяться, искать положение для тела. А если служба затянется, это мучение, а для одного это благость, радость, торжество, отдохновение. Такие верующие женщины часто говорят, так бы и жила бы в храме, не хочется уходить. А для кого-то как бы побыстрее выскочить из храма. Вот так и действие огня Божия. Огонь-то он один, но есть для одних благостное воздействие от этого огня, а для других попаляющее, истребляющее их. Поэтому все зависит от того, адаптировались ли мы во свет Христов в этой жизни. Огонь Божий очистили нас, или мы не пережили такой адаптации, и, войдя в тот мир, когда будем объемлемы огнем Божьим, божественной благодати, испытаем, как действие адского пламени. Вот такой интересный и сложный парадокс. Итак, Христос говорит, что Он принес разделение, но какое-то разделение. Феофилак пишет, «Итак, мы говорим, что не всякий мир беспорочен и добр, но часто бывает опасен и удаляет от божественной любви. Например, когда мы заключаем мир и согласие на опровержение истины, Христос не пришел дать такого мира, а напротив желает, чтобы мы из-за добра разделились друг против друга. Это и случилось во время гонений, ибо в одном дому отец-язычник разделился против верующего сына, и мать против дочери, и наоборот». То есть разделение, которое приносит Христос в других Евангелиях, меч, который Он приносит, не мир, а меч, это разделение, которое осуществляется, когда одни принимают веру и меняют образ жизни, а другие живут по-прежнему в грехе. И какое же тут согласие? А здесь и не нужно согласие. Почему? А какое может быть согласие у верного с неверным? Мы не можем пойти на компромиссы. Они не готовы принять нашу веру и наш образ жизни. Поэтому неизбежно будут какие-то недопонимания. Я помню, в советское время очень распространено было такое понятие, если кто прочитает Библию, тот сойдет с ума. Вот прям так и говорили. Вот кто Библию прочитает, тот сойдет с ума. А один пожилой священник сказал, вот те, которые не читают Библию, точно сошли с ума. А если человек, прочитав Библию, сойдет с ума, имеется в виду с их ума он сойдет, а ум Божий воцарится в его жизни. Потому что ум в нашем понимании это следование воли Божьей, исполнение заповедей, ибо исполняя заповеди мы живем ими. И напротив мир имеет свое представление о умном и неумном, разумном и неразумном. И это не совпадает с нашим пониманием. Это вещи совершенно противоположные. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невески своей и невеска против свекрови своей. То есть это разделение на самом деле между светом и тьмою, между праведностью и неправедностью. Как же времени сего не узнаете, не узнаете, далее говорит Христос. Время посещения, время его пришествия. Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, то час, говорите, дождь будет, и бывает так, и когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает, лицемеры, лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете. Так как они читали закон Божий, пророков, они должны были распознать время пришествия Христа, но у них этого не наблюдаются не произошло. Феофилак пишет, поскольку Господь вел речь о проповеди и наименовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились, поэтому он говорит, как перемены в воздухе вы распознаете по некоторым признакам, так и мое пришествие вам должно было признать из того, что я говорю и что делаю. Мои слова подобно, как и дела, показывают во мне противника вашего, ибо вы мытари и похитители, а я не имею, где голову преклонить. Поэтому, как по туче вы предвозвещаете дождь и по южному ветру жаркий день, так следовало вам распознать и время моего пришествия и догадаться, что я пришел не мир дать, но дождь и смущение. Сейчас тоже люди не могут распознать времени, настоящего времени, а мы видим, как безнравственность усиливается в этом мире, мы видим, как разрываются естественные отношения, как растабуирование происходит, сымаются все запреты. Мы, христиане, распознаем наше время по многим признакам, как близкое к концу света. Причем, что интересно, даже некоторые светские ученые уже говорят о конце света в экологическом смысле, а в смысле ужасного военного конфликта, который может произойти и в результате жизнь на земле прекратится. Но это та реальность, о которой написано в Библии. Почему изучать Библию очень важно? Человек живет 50, 60, 70 лет, потом умирает. Кто-то родился в 50-х годах, кто-то в 20-х, кто-то в 80-х, кто-то в 60-х. Жизнь человека коротка, а история мира, она имеет начало, она имеет завершение. И человек хочет понять, а мое положение в этом мире каково? Так вот, Библия позволяет нам увидеть историю мира от начала, в начале сотворил Бог небо и землю, и до конца. Апокалипсис, последние события. для того, чтобы понять и свое положение во времени и в этом мире. И без Библии, так как наша жизнь очень коротка, а некоторые говорят, это шестидесятники, это семидесятники, это восьмидесятники, очень важно, исследуя Писание, осознать свое положение. А Библия дает вид всей картины существования мира от начала до конца. она рассказывает не только о том, что было, о том, что есть, но и о том, что будет. И когда человек всецело воспринимает божественное откровение, изучает, исследует его, он видит всю картину, и он начинает распознавать свое положение во времени и в пространстве и в замысле божественного домостроительства. Поэтому великое преимущество есть для тех христиан, которые исследуют Писание. Как апостол Павел писал Тимофею, «Вникай в себя и в учения, занимайся всем самым постоянно, так поступай, ты себя спасешь и слушающих тебя». И последняя тема, «Скорее мирись с соперником своим». 57 стих ниже. «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» Что значит «по самим себе не судите, чему быть должно?» Когда человек молодой, юный, мысли о смерти из него вылетают, как если пробку какую-нибудь сдавить, потом отпустить, она отлетит в сторону. А мы по самим себе уже ощущаем кончину мира. Уже и здоровье не то, уже походка не та, уже память не та. И человек в таком состоянии, он более точно может распознать одряхление и всего мира. То, что происходит вокруг этого человека, он может более правильно оценить те процессы, которые для многих они немножко нераспознаваемы. Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Один пожилой человек мне рассказывал, раньше люди были другие. Он говорил, я помню, что когда я сидел на заваленке, это деревенский человек, и шла молодежь, все снимали картузы, все со мной здоровались. А сейчас молодежь идет, я слышу шум, я быстрее заваленки хочу убежать, иначе бутылки в меня бросятся, оскорбят, обругают. Разве это не перемены в этом мире? Конечно, это перемены. А так как информация сохраняется в разных информационных потоках, мы можем сравнивать одну нравственную ситуацию с другой, и мы видим, как умаляется нравственность, умаляется мораль, вместе с этим обесцениваются очень многие вещи, без которых человек и не может существовать, как человек, а начинает торжествовать животное начало. Далее Христос говорит, когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него. Что значит на дороге? На этом жизненном пути мы должны недоброжелательно сделать своим другом, потому что если до смерти мы будем в конфликте, как нас рассуют на суде Божьем, мы не знаем. Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к суде, судья в абсолютном смысле это Бог, а судья не отдал бы тебя истязателю, а истязатель не верг бы тебя в темницу. Блаженный Феофилак пишет, сказав это, Господь преподает им учения о достохвальном мире. Сначала Христос отверг ненужный мир, мир между верующими и неверующими, нечестимый и праведниками, а сейчас говорит о хорошем мире. Сказав это, Господь преподает им учения и о достохвальном мире. Указав похвальное разделение, показывает и мир беспорочный. Именно говорит, когда соперник повлечет тебя в судилище, то еще на дороге всячески постарайся разделаться с ним. Разделаться с ним на дороге это не значит там по голове ему ударить палкой, а попытаться вразумить его. Вот что это означает. Пока мы на пути с этими людьми, пока мы живем с ними в одной квартире, мы работаем с ними на одном предприятии, мы посещаем с ними один храм, пока они, наши родственники, еще считают нас своими друзьями, мы должны постараться позаботиться об этих людях, потому что если ситуация изменится, что мы сможем исправить. А когда вергнут в темницу, Христос делает вывод, сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушке. А о чем этот последний стих сегодняшней главы? Он о том, что наказание вечное, не выйдет оттуда человек, который окажется в аду, в адском пламени. Феофилак так и объясняет, а так как мера наказания никогда не исполнится, то мы будем вечно мучиться, ибо если будем в темнице до тех пор, пока не заплатим, и последней полушки, а заплатить ее мы никогда не будем иметь возможности, то очевидно, что казнь будет вечная. Итак, сегодня мы рассмотрели следующие темы. Берегитесь закваски фарисейской, не скрывайте своей веры, следующая тема. Ахулина Духа Святаго, о том, что Святой Дух научит нас, что нам отвечать перед гонителями. Также мы рассмотрели вопрос, что жизнь человека не зависит от его богатства, притчу о неразумном богаче, о том, что не надо заботиться о завтрашнем дне, что приготовлять сокровища надо на небесах, что надо бодрствовать, также притчу о верном и неверном рабе, о том, что Господь принес не мир, а разделение, и о том, что надо стремиться скорее мириться с соперниками, пока мы еще на пути вместе с ними, точнее, мирить их с теми идеалами веры и нравственности, которые мы имеем в своем собственном сердце. Итак, мы видим, что каждая глава Святого Евангелия сообщает нам множество уроков и духовных наставлений для того, чтобы усовершенствовать нашу бессмертную душу. Субтитры создавал DimaTorzok